Война меня достала на Рижском море. Я был старшим пионер-важателем пионерского лагеря, и это было вообще первое и последнее довоенное пионерское лето, потому что началась война, уже закончилась. И вот утром, как всегда, мы идем купаться на море, и вдруг видим, в канаве лежит разбитая военная машина грузовая. Вот так мы узнали, что началась война, но мы еще несколько дней побили в лагере, там где-то дня три, что ли, пока собирались уезжать. Ну и потом ощутили мы уже войну, когда мы возвращали детей домой поездом. Из Яунду-Волты до Засула-Окса там нас трижды налетало на нас истребители немецкие. И каждый раз, когда налетали, состав останавливался, и все пассажиры, в том числе наши дети, там, и все, значит, выбежали поле по обе стороны. К счастью, там было свободное поле. И, к счастью, никто не пострадал. А потом, как вы влились в эту атмосферу, как вы стали воевать, и куда вас судьба закинула? Ну, я был комсомольцем, поэтому после того, как детей отправили домой к родителям, я пошел в районный комитет комсомола. И там, в то время, немцы выбрасывали парашютистов в тыл наш, и организовался комсомольский истребительный отряд. Правда, нам как-то не удалось ничего совершить, потому что очень быстро немец приближался к Риге. И, значит, нам сказали, что придется немножко выехать из Риги. И тогда было такое впечатление, что вот-вот дадут отпор, и опять немцы выгонят. Поэтому, ну, где-то до Сигулды, до Цесис, доедем, а потом уже вернемся обратно. Ну, вот так мы на велосипедах поехали, покинули Ригу. По пути нас обстреляли в Риге. Когда я подолго выжил, значит, в этом самом, и вот мы через мост переехали в центр, и нас предупредили, что по кальчу ехать не надо, что там стреляют. Тогда мы объехали рядом, параллельная улица Грея-Цинеку. Мы по ней проехали в город, там нас никто не обстреливал. Пока мы не доехали до нынешней Тейки. Там есть церковь, называется Крустобазницис. И вот с башни этой церкви открыли пулеметный огонь по уходящим из города. Причем уходили из города, ну, по сути дела, те люди, которые не имели возможности уехать на поезде или на машинах. Уехали женщины с детьми, ну, с какими-то наскорую руку собранными вещичками. И вот из пулемета обстреливал тех людей, ну, которые спрашиваются, за что. Если это бы армия отходила, ну, можно было понять, что они там национальные партизаны, что они воюют против советской армии. А так это выходили гражданские люди, женщины, дети, просто те, которые не захотели остаться. И как вы шли дальше? Ну, не знаю, к счастью или к несчастью, я во многих боях не успел поучаствовать. Мы вышли под Москвой на фронт, выехали в начале декабря 1941 года. И я успел поучаствовать в боях за освобождение Нарфоминска, под Московные города, под Нарфоминском, под Боровском, Боровск освободили. И потом, значит, за Боровском, там была довольно большая деревня, Редькино называлась. Вот это Редькино мы заняли. И там мне в начале января 1942 года немецкий снайпер покалечил, и я уже не мог вернуться в строй. Так что... А какое ранение у нас было? Он мне пробил руку разрывной пулей, мне буквально висело на коже и на мышце рука. Ну, потом пришлось уже думать, что дальше делать. И потом мне предложили поехать на учебу в Киров. В Кирове организовались курсы советско-партийных работников. Там полугодовые курсы были. Вот я закончил эти курсы и получил направление на комсомольскую работу, недавно освобожденный Калининский район, под Москвой, сейчас Тверской, по-моему, на Гитинской, Уберни, наверное. Вот я получил направление туда на работу, а проездом через Москву я там застрял, в Москве. Мне предложили работу в ЦК Комсомола Латвии. Предложил работу, требовался человек, владеющий хорошо латышским языком, для работы в латышской редакции Всесоюзного радио. Там организовались курсы, краткосрочные такие курсы радиожурналистов полугодовые. Я вот там еще несколько человек учились на этих курсах. Ну и одновременно я работал как диктор, тоже на Латвии увещал из Москвы. Но вообще война – это тяжкий труд. Это физические нагрузки. То, что на смерть всегда все время рядом. Но самое трудное – это вот у нас было в 1941-1942 году, ведь ночью были 42 градуса мороза. И все время на улице, все время на улице, нигде ты не переночевать, ни в баньки не попадешь, ни белье поменять, ничего. И переходы, и таскать надо по снегу. Вот я был наводчиком 45-мм противотанковой пушки. Лошади были плохо тоже. Ну, трудно покормить было их. Они слабые были. Самым пришлось и толкать, и помогать им. Мне посчастливилось объявить о конце войны населению Латвии, поскольку я в то время работал еще на радио. В Риге уже. Мне разбудили рано утром. Я не должен был утром идти на работу, поскольку я вечером отработал. Но приказы Верховного Главного Командующего всегда мне давались читать. И поэтому мне пять часов подняли, прислали человека. Быстро, не мыться, не бриться, бегом. На школьной была у нас радиокомитет. Там, где сейчас еврейское общество. На школьной шею. Ну, вот я прибежал. Мне дали приказ в руке. Я в студию. И, значит, читал. Даже не успел прочесть. У меня сейчас текст есть. Это вообще сохранился. Но тогда я не успел прочесть. Надо было сходу. И тут, значит, волнение, что, наконец, мы все знали, что будет конец, и что будет победа. И ждали из-за дня в день. Ну, все равно это было очень волнительно. И было очень трудно даже, ну, так удержаться, проговорить, чтобы голос не дрогнул. Сейчас даже. Так что мне посчастливилось вот такое радостное сообщение всему населению Латвии о том, что война закончилась, что враг разбит, что, значит, уже идет сдача плен военно-пленных немцев. Причем, ну, вы же, наверное, этого не знаете. Если вы почитаете старые документы, там вы увидите. Всю войну, все передачи начинались и кончались. После того, как сказали, что Алло-Ало говорит, там, Москва, или Догопылс, или Рига, сразу последовали слова «Смерть немецким оккупантам». И закончилась передача тоже, значит, «Смерть немецким оккупантам». И вот, когда я прочел этот последний приказ, что они уже сдались, уже не последовало ни в начале «Смерть немецким», ни в конце. «Смерть немецким оккупантам».